Всем привет, мои дорогие и любимые девочки! Сегодняшнее видео у меня будет роскошное и очень интересное. Я вам покажу тестеры, которые я заказала в магазине Jovois Paris. Это очень эксклюзивный магазин. Они высылают редкие парфюмы. И при этом не только вы можете купить у них парфюмы, но вы можете их потестировать. И тестеры, кстати, очень недорого стоит заказать. Любой тестер вам обойдется где-то в 2-3 евро. И это стоит того, смотрите, как все красиво приходит упаковано. Смотрите, какая прелесть. И мне за заказ пришло также два подарка. В каждом заказе они прямо, не знаю, с такой любовью оформляют заказ. В каждом заказе идут подарки. И подарок этот выбирается как-то, не знаю, кто там его выбирает. Наверное, какие-то гении, знатоки парфюмов. Потому что в этом подарке находились ароматы, которые мне очень понравились. Понимаете? Не просто так они подбираются, вот эти тестеры. А конкретно для человека, с учетом того, что он уже заказал, видимо. И с учетом того, что им может понравиться. Один из подарков, это был парфюм Армон Джей. Это у нас, который называется Франжи Пани. Франжи Пани это такой белый красивый цветок, очень редкий. А второй у нас, ну, я не буду про него останавливаться, рассказывать вам сегодня. А я остановлюсь на втором подарке, который меня очень заинтересовал. И называется он Канабис Блю. То есть это у нас парфюм с запахом марихуаны. И производитель это Фрагранс Дюбуа. Кто не знает, это очень известный бренд французский. И у них прямо селективные парфюмеры, которые очень дорогая. И запах действительно стойкий и долго держится. И этот вот запах, который я заказала, я не заказала, а получила, да, случайно. Он с запахом Канабис, да. И, конечно, написано в пирамиде, что здесь у нас ут, кедр, пачули, эквалипт. Но на мне раскрывается именно вот этот запах. Очень стойкий и долгий, как запах марихуаны, понимаете. На работу нельзя этим пользоваться. Но так. Я жду, кстати, выходных, чтобы распылить на себя. Потому что он действительно умиротворяет как-то, не знаю. И веселит мне этот запах. Заказывать, наверное, целиком бутылку я не буду. Но вот этот пробник, я просто от него без ума буду хранить и перечь. Парфюмы у вас приходят. И пробники также. Вот в такой красивой коробке. Вам выдается также блотер, чтобы вы могли сразу же распылять. Смотрите, распылять сюда написано. И также карточки почти ко всем парфюмам, на которых у вас указана пирамида. То есть, смотрите, вы можете тестировать парфюм, одновременно читать вот эту пирамиду, да, и смотреть, что на вас раскроется, а что нет. Очень удобно, вы знаете, очень хорошо. И подходит это все идеально. Смотрите, почти каждому парфюму у нас карточка. В предыдущем видео я вам уже рассказала про цитрус ривьеру и про то, что в пирамиде у нас содержится здесь нироли, мандарин, лимон и аккорд фиг, фигово дерево. Потом у нас оранж-блоссом, жасман и в конце вайт-маск, пачули, ветивер, бобы тонко, да. Этот парфюм уже снова же, я вам это говорила, похож на томфорн мандарина диамальфи. То есть, от души вам рекомендую. На этом парфюме мы останавливаться не будем, потому что мы его уже протестировали. А перейдем сразу к остальным парфюмам. Особенно мне интересно сегодня затестировать Лаяти от Ксерджев, а также вот этот вот парфюм от Амуаш Бич Хат Вумен. Вы помните про Бич Хат Вумен, кто вас смотрит Наталину? Уже был прекрасный обзор, и Наталина сказала, что этот парфюм как коряга выброшена на берег. На берегу хижины у моря, и в этой коряге, типа, и мертвые зверюшки зачесались, и еще какая-то дохлятина. Вот так пахнет этот парфюм, но он ей нравится. А также он понравился мне, поэтому... Смотрите, это очень-очень деликатный парфюм. Не всем он нравится, и без затеста его покупать не рекомендую. Давайте все-таки затестим еще раз наш любимый и дорогой Бич Хат Вумен. А там Амуаш, потому что я, кстати, его собираюсь заказать. Хоть это и дохлая коряга, но меня это совершенно не пугает. И сейчас я вам скажу, почему. Почему на блотер? Потому что он очень стойкий, и он будет у меня держаться два дня. А сейчас я не хочу, что я буду еще несколько тестировать. Я слышу минеральный аккорд, такой здесь очень яркий. И вообще какой-то легкий бриз, запах соленого моря, и какая-то ностальгия по лету. Поэтому он мне действительно очень-очень нравится, и я вам его рекомендую. Но без затеста не берите, пожалуйста, чтобы не поплатиться, как говорится, и не раскрылся на вас, не знаю чем, дохлятинкой. Ну вот так. Поехали далее. Парфюм, который мне очень-очень понравился, это снова же Fragrance de Bois. Парфюм, это Брюм де Мата, не буду его сейчас снова тестировать, потому что только раз его протестировала, тут вообще даже это незаметно осталось. Он новенький, да. Я отправлю его победительнице конкурса, и она уже потестирует, что конкурс у меня сегодня заканчивается, последний день сегодня, и я скоро объявлю результаты. И в этот парфюм у нас входит мандарин, бергамот, это в верхних нотах, потом у нас персик, слива, роза, фиалка и жасмин с пионом. И в конце, в базе у нас амбер, муск и дерево. Вот такой умопомрачительный запах. И я по-настоящему желаю победительнице, желаю ей быть самой красивой и самой желанной, вот с таким шикарнейшим парфюмом Брюм де Мата. Далее, у меня молекула первая. Вы знаете, что я уже заказывала молекулу вторую, молекулу второй эксцентрик, и первую тоже заказала эксцентрик. Тут у нас запах идет ирис, ириса. Это розовый перец и ирис. И знаете, мне все-таки вторая молекула нравится больше. Но почему бы не попробовать и первую молекулу, и не сравнить, как говорится. И вот у нас осталось всего три парфюма из этой коробочки. Все они Ксержев. Вот они, Ксержев Касамарати. И заказала три из этой серии. Два из них по рекомендации блогера Ольга Грасс. Ее зовут. Рекомендую прийти на ее канал. Ума-помрачительное видео. Все-все честно о парфюмах. И Ольге самая шикарнейшая коллекция в России парфюмов. Ну, из тех, что я видела на Ютюбе. Может, вы видели другие какие-то коллекции. Обязательно мне порекомендуйте этих блогеров. И два этих парфюма, которые мне очень понравились, которые Ольга рекомендовала. Это Эрбапура и второй Лаяти. Вот Лаяти, кстати, мне больше понравился. Давайте на Лаяти остановимся. И вот здесь у меня карточка с пирамидой, на которую рекомендуют как раз и наносить парфюм для теста. Девочки. Я все-таки на кожу-то нанесу. Я хочу этим пахнуть. Я хочу этим два дня пахнуть. И чтобы это не выветривалось у меня никогда. О, это так шикарно. Верхние нотки, такие травяные, древесные, зеленые нотки. Потом идут у нас пачули. Очень, очень такой терпкий пачули. Но заканчивается все. Позже это будет, я знаю, это позже раскроется. Это будет ваниль и табак. Это такой мужской запах, но тоже подойдет для ярких, красивых и эксцентричных женщин. Но не для молоденьких девочек. Это все-таки тяжелый парфюм. Тут у нас и табак, и ваниль, и такая сладость, которая нужна нам, да, такая вот арабская сладость. Очень мне нравится. И закончим мы обзорчик. Эрбапура. Будем остаться на Эрбапуре. Что я записала про Эрбапуру? А ничего не записала. Эрбапура, что мне про нее сказать? Ну, давайте немножко тестанем так, чтобы вам что-то сказать. Сладкий, тяжелый, ванильно-цветочный ароматик. Арабский, удовый. Ну, тоже ничего, да. Но закончим мы все это на Италике. Италика, это Амара... Италика, аромат Касамарати. Даже не знаю, как он называется правильно. Или Италика, или Касамарати. Но это аромат Аксержев. Поправьте меня, если где-то я ошибаюсь. И я просто в восторге от этого аромата. Я уже несколько раз его наносила. Смотрите, у меня осталось всего полфлакончика. И я, если буду заказывать, то закажу обязательно целую бутылку себе. Потому что ничего лучше для вечера я пока в своей жизни не встречала. Пахнет этот аромат сгущенкой, такой яркой сгущенкой, с карамелью. И запах настолько насыщенный, настолько яркий и настолько долговечный. То есть мы наносим его, к примеру, за два часа до вечеринки. И на вечеринке будем интенсивно пахнуть вот этой карамельной, карамельно-сгущенистой смесью. Которая очень теплая, очень приятная. И вот на всех она прекрасно раскрывается. Потому что протестировала ее на нескольких человек у себя на работе. И на мужчинах, и на женщинах она вот шикарно смотрится. И поскольку я работаю в баланжери, да, у себя, то для меня это идеально подходит. Почему бы не пахнуть в баланжери, да, в булочной карамелью. Это просто идеально. Надеюсь, что вам понравилось это видео с обзором редких ароматов. Пишите обязательно, какие еще видео вы хотите увидеть на этом канале. И участвуйте в моем конкурсе, который проходит прямо сейчас. И сегодня я назову победителей. Вечером, да, зайду в эфир и назову. Я дала вам еще парочку дней. Продлила этот конкурс для того, чтобы как можно больше участников смогли поучаствовать. Всех вас очень-очень люблю. Целую и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok